друзья всем огромный привет тема сегодняшнего видео пейзаж и мы будем обрабатывать с вами пейзажную фотографию в стиле знаменитых художников пейзажистов чем же так особенно картины пейзажистов и как обрабатывать фотографию чтобы это было похоже на экспонат картины галереи сегодня вы узнаете в этом как всегда не длинном но познавательном мастер-классе давайте для примера посмотрим несколько картин знаменитых художников пейзажистов шишкина иван ивановича и алексея кондратьевича саврасова что объединяет все эти произведения искусств будем двигаться по порядку так как мы бы оценивали фотографию и так баланс белого картины как вы видите выполнены в легких теплых таких бежевых тонах есть и холодные тона но все-таки большая часть цветов имеют именно теплые оттенки экспозиция как мне кажется немного понижена буквально на один или два деления от правильной гистограммы если бы то конечно было фотографии но тем не менее изображение не выглядит тяжелым она легкая воздушная таким она видится еще потому что на картине нет темных теней тени осветлены и легко читается вся информация которая там в тенях находится тени мягкие бархатистые я думаю это эффект масляной краски аналогичная ситуации со светом на небе нет четкого контрастного перехода от средних к светлым тонам нет ярких светящихся фрагментов все переходы светлые нежные теперь цвета какие мы видим цвета на этих картинах в основном конечно это зеленый и голубой еще попадаются красноватые оттенки немного оранжевых желтовых голубой цвет легкий нежный как вуаль даже немного серый а зеленый достаточно темный но при этом не насыщенный и что самое важное что зеленый имеет множество различных оттенков от желто-зеленых до изумрудных такое разнообразие красок плюс красиво выстроенная композиция пониженная контрастность изображения создают приятную глазу картинку который хочется разглядывать снова и снова композицию мы с вами сегодня обсуждать не будем это тема отдельного сюжета мое видео как большинство про цвет теперь давайте перейдем к фотографии которые мы сегодня будем обрабатывать и попробуем получить с вами пейзаж аналогичный картинам великих классиков пейзажистов и так у меня есть вот такой вот снимок в результате обработки мы получим с вами вот такую замечательную как мне кажется фотографию и если у вас нет похожих кадров а потренироваться в обработке со мной хочется вы можете скачать исходник по ссылке под видео и так давайте откроем lightroom пейзаж у меня выполнен виде панорамы и состоит из четырех снимков при съемке я использовал вот такие вот параметры для того чтобы собрать панораму нажимаем кнопку shift и выделяем все фотографии далее комбинации клавиш control м вызываем инструмент который склеивает панорамы снимем галочки со всех обозначений после склейки панорама имеет всегда вот такие вот неровные края здесь есть очень интересный ползунок если будем мы его двигать вправо то края нашей фотографии расправиться по обозначенные рамки в случае когда мы фотографируем архитектуру использование вот этого ползунка может только навредить потому что здания могут поехать в разные стороны при пейзаже как правило я почти всегда пользуюсь вот этим ползунком для того чтобы сохранить необходимую не информацию не прибегать к обрезке кадра и на пейзажах завалы как на зданиях незаметны после того как мы выровняли фотографию нам необходимо выбрать способ масштабирования на выбор предлагается 3 сферическая цилиндрическая и перспектива давайте пройдемся по каждой сейчас моя панорама выполнена в сферическом стиле применим цилиндрическую склейку снимок стал немного повыше перспективу мне больше всего нравится сферическая вы после склейки вашей панорамы обязательно пройдитесь по всем трем предложенным модулем и выберите тот который наиболее лучше будет смотреться на вашей фотографии нажимаем кнопочку merge вот такая панорамка в итоге у нас получилось приступаем к обработке первым делом я перейду в lens correction и поставлю галочку на удаление хроматических аберраций профиль объектива немного устраняет геометрические погрешности убирает бочкообразности виньетку делает правку тех настроек которые нам привнесли особенности конструкции используемого объектива да все это так но только не случай панорамы если эту настройку применять к панорамам эффект не всегда будет удачный в моем случае изменений практически нет я ее трогать не буду переходим в настройки профиля adobe смотрим какой профиль нам подарит более интересные настройки мне больше всего понравился ландшафт теперь поработаем с гистограммой света я полностью уберу влево тени полностью уберу вправо теперь моя фотография выглядит пересвеченный ползунок экспозиции уводим влево зажимаем кнопку alt и поработаем с точками черного и белого сперва черные двигаем влево до появления первых черных пикселей еще раз зажимаем alt белый двигаем вправо до появления первых пикселей теперь экспозицию я еще немного пониже теперь переходим в тоновую кривую предустановках я выберу медиум контраст и приподниму точку черного для того чтобы получить те самые глубокие бархатные тени точку белого немного опущу добавлю немного текстуры совсем чуть-чуть четкости насыщенность пониже а сочность немного добавлю пониже немного контраст перехожу в температуру и сделаю фотографию немного теплее и добавлю легких фиолетовых оттенков теперь возьму градиентный фильтр сброшу все настройки поработаем с небом небо сделаю слегка холоднее ползунки температуры тинту виду немного влево два раза нажму enter переходим в калибре шин и ползунок хью в синим канале уведем немного влево ах ю в зеленом канале немного вправо за счет этой настройки мы сделали больше оттенков зеленого переходим в панель hsl color и немного поработаем с цветами которые присутствуют на нашем снимке в основном здесь конечно же желтые зеленые синие ну давайте по порядку давайте поработаем синим первым делом уберем из него фиолетовые оттенки насыщенность я прибавлять не буду сделаю немного потемнее отлично такое небо на дневной фотографии мне нравится смотрим красный красный присутствует немного на облаках и отражается в воде давайте добавим его но таким образом чтобы он слегка слегка давала себе знать оранжевый оранжевый у нас достаточно много тропинка листва вот эти вот лысые места на земле все это у нас оранжевый цвет сделаем немного понасыщеннее и придадим немного красных оттенков оранжевому цвету желтый желтый добавим немного оранжевого и насыщенность конечно же такое у нас не будет сделаем немного поменьше вот где-то плюс 17 будет достаточно зеленый цвет я думаю что зеленый нужно разнообразить сейчас в нашем зеленом очень много оранжевых желтых оттенков давайте добавим немного изумрудного цвета для того чтобы расширить цветовой диапазон отлично так идем дальше добавим небольшую виньетку и сразу видим как у нас вылетел кусок небо это допускать ни в коем случае нельзя руки конечно оторвать тому фотографу который это сделал ну ладно так как самим себя ругать не принято мы сейчас выйдем из этой ситуации выбираем лечащую кисть колесиком мыши настраиваем размер кисти под эту светлую дырку давайте сделаем даже побольше непрозрачность ставим на сто процентов размытие где-то примерно на 60 теперь двигая вот этот круг подберем такое место которое скопируется в вылетевший угол и не будет при этом бросаться в глаза вот так неплохо два раза нажимаю enter я обнаружил несколько пятнышек давайте мы их удалим еще раз берем кисть размер кисти делаем под размер пятна enter зажимаю пробел и левой кнопкой мыши передвигаюсь снимок в другое место где-то я еще видел здесь пятно вот этот сгусток это конечно на облаках но выглядит как пятно субъектива давайте тоже немного подлечь им отлично вот эта птичка летящая вдалеке тоже выглядит как соринка но я тоже уберем отлично уберем вот этот неопознанно летающий объект больше пятен я здесь никаких не замечаем нажимаю еще раз enter и левой кнопкой мыши возвращаю масштаб изображения на экран мне кажется что мои настройки немного пережарили снимок давайте сделаем его слегка похолоднее наверное так будет лучше и немного снижу насыщенность сделаю снимок чуть-чуть посветлее давайте посмотрим какое изображение у нас было и что в итоге мы получили унылая фотография художественный пейзаж но это еще не все переходим photoshop но перед тем как перейти photoshop необходимо проверить какие настройки формата файла у вас откроется photoshop идем в панель edit preferences нажимаем закладку external edition выбираем файл формата psd color space выбираем crgb 16 бит resolution ставим 300 нажимаем ok теперь смело переходим photoshop нажимаем сочетание клавиш control е фотография открылась photoshop делаем дубликат слоя и переходим фильтр ник collection hdr effects pro идем в предустановленные просит и нажимаем кнопочку о если у вас открыта какая-то другая выбираем самый первый просит который называется дефолт нам понадобится панель которая находится справа некоторые настройки у вас будут скрыты их необходимо раскрыть и я сейчас поделюсь с вами одним рецептом открываем вкладку hdr метод деп выставляем на нормал detail на софт драма на динджи переходим следующую панель тональность экспозицию ставим на минус 20 shadows минус 25 highlights минус 30 contrast 25 черные минус 10 белый минус 10 структура 15 saturation добавляем до 10 немного повысим температуру 10 даже многовато давайте сделаем 7 и в tint добавим 5 остальные настройки уберем они нам не нужны сохраним все это дело в прессе переходим в панель кастом нажимаем плюсик и присваиваем названию нашему прессе там окей нажимаем ok и так не collection применился и мы получили вот такую извините за выражение гадость но нам нужен ползунок в по сети уберем его полностью в ноль и повышаем опасите на уровень когда снимок нас совершенно устроит в моем случае это будет где-то 50 и так давайте смотрим было это уже после обработки в lightroom и стала результат превосходный давайте сделаем новый слой изображения alt control shift е я сюда добавлю еще немного резкости применю прессит повышающие резкость изображения более подробно про эти настройки я рассказывал в другом видео по hdr подсказка будет сверху смотрим было стало когда будете обрабатывать эту фотографию вы заметите явные изменения делаю еще одно изображение alt control shift е вот это место вы наверняка обратили на него внимание она конечно забавная но как-то классическому пейзажу она не очень подходит на это вот резиновая шина из которой получилось вот такая вот клумба и внутри растут цветочки давайте возьмем инструмент штамп непрозрачность и нажатия сто процентов штамп мягкий то есть х 1 стоит на ноль процентов из соседних участков нужно сделать еще покрупнее control 0 и подгоняем размер изображения под ранки окна photoshop и последний штрих переходим фильтр пластика выставляем вот такие настроечки кисти я сделаю более интересный размах вот этих вот веток сделаю более извилистую тропинку сделаю более круглый вот этот вот кустик подниму повыше вот этот бугорок размер фотографии очень большой поэтому кисточка дергается так и давайте поправим горизонт вот по речке видно что у нас наклон там где его по идее быть не должно поэтому мы слегка приподнимем вот эту сторону берега а эту слегка опустим таким способом мы с вами убрали тот побочный эффект который появился у нас при склейте панорамы нажимаем ok теперь фотографию можно сохранить и опубликовать давайте посмотрим изначально какая фотография была что мы с ней сделали в lightroom и как мы доработали photoshop замечательный результат ну вот может быть мы с вами и не художники но фотографию в художественных живописной стильной обработки выполнили очень даже удачно на этом друзья все просит который я сегодня сделал в lightroom вы можете скачать по ссылке под видео как вы заметили ничего сложного в этой обработки нет ставьте лайк обязательно подпишитесь если вы еще не подписаны чтобы получать уведомления о новых интересных и полезных видео о обработке фотографий не забудьте поделиться этим уроком с друзьями в соцсетях давайте все вместе сделаем этот мир чуточку красивее чем он есть на самом деле удачных вам сюжетов красивых снимков и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok